Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный Календарь» Сегодня четверг, 25 мая по новому стилю или 12 по старому. Мы отмечаем двунадесятый праздник – Вознесение Господне. Вторая ипостась Бога Троицы. Воплотившийся Сын Божий вознесся на небо, к Богу Отцу. Теперь Он участвует в жизни человечества особым образом, прикровенно. Хотя закончился период празднования Пасхи, но еще не окончен богослужебный уставной период, связанный со Светлым Воскресением Христовым. Мы уже не читаем тропарь Пасхи и не используем пасхального приветствия, но мы и не читаем пока молитву Царю Небесной. Мы благочестиво воздерживаемся от обращений ко Святому Духу, ведь еще не наступила Пятидесятница, еще не сошел на апостолов обещанный Иисусом Христом Утешитель. И сегодня мы совершаем память. Святителя Епифания, епископа Кипрского IV века и его учеников, святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Рина Кирского, послуживших церкви в V веке. Святителя Германа, патриарха Константинопольского VII-VIII веков, священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца XVI века, преподобного Дионисия Радонежского архимандрита XVI-XVII веков, мученика XVII века Иоанна Влаха или Валаха, грузинских мучеников в долине Ферейдан в Иране, от персов, пострадавших в XVII веке. Это переходящее празднование в День Вознесения Господня. Память священномученика Петра Попова, пресвитера и мученицы Евдокии Мартишкиной, скончавшихся в заключении в 37 и 38 годах XX века. Вспоминается второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского в 1992 году. Мы поздравляем всех с праздником Вознесения Господня и именинников поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся со священномучеником XX века, святым Петром Поповым. Он родился в 1895 году в селе Никольское Даниловского уезда Ярославской губернии в семье священника Алексея Михайловича Попова. Первоначальное образование Петр получил в Ярославском духовном училище. В 1918 году он окончил Ярославскую духовную семинарию и в течение трех лет преподавал в школе, пока не уяснил окончательно, что школа бесповоротно захвачена богоборцами и распространять в своих стенах будет только атеизм, заражая и отравляя им души детей. И в 1921 году он был рукоположен в освященниках ко храму Казанской иконы Божией Матери в селе Помогалово-Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии на место своего отца. Выбрав пастырское поприще, вполне сознательно священник уже не приспосабливался к гонителям, не старался угодить власть имущим, не страшился их угроз. И во время гонений на русскую православную церковь в 1931 году был арестован по обвинению в антисоветской агитации и приговорен к трём годам ссылки в Казахстан. В мае 1934 года отец Пётр возвратился из ссылки и поступил священником в храм в селе Вознесение Романово-Борисоглебского уезда, переименованного к тому времени в Тутаевский район. Вернувшись к служению престола Божия, отец Пётр оставался всё таким же ревностным проповедником и служителем Христовым, каким был, выбирая исповеднический путь во времена начинающихся на церковь гонений. Сохранилось несколько проповедей, сказанных им незадолго перед арестом. Некоторые из них были предъявлены ему как обвинительный материал. Гонители в данном случае и не желали скрывать, что преследуют его именно за веру Христову. Отец Пётр говорил в одной из своих проповедей «Господь наш Иисус Христос, ходя по берегу моря Галилейского, увидал рыбарей Петра и Андрея, Иакова и Иоанна, и позвал их следовать за собою. Они тотчас оставили всё и последовали за ним. Отчего же так скоро и охотно они пошли? Есть минуты, когда Бог посещает человеческое сердце и мысль орлиным полётом стремится в безграничное небо. В эти блаженные минуты человек сразу понимает всю суету обыденной будничной жизни и сразу всем своим существом познаёт и ощущает в себе Бога. Такое действие обыкновенно оказывает Слово Божие, живое и действенное. Это же Слово и озарило души первых учеников Христа. Зажглись их сердца, и преобразились они сами и пошли за Господом. И мы знаем, что они с тех пор всю жизнь служили Господу и Его святому делу во дворение Царства Божия в сердцах людей. В устах их зазвучала радостная евангельская песня. Простые, скромные галилейские рыбаки преобразились во властелина в душ и понесли всему миру радость. Действия Духа Божия, Духа Благодати, неуловимые для обыкновенного человеческого наблюдения, они касаются самой глубины души, самых внутренних основ её. Царство Божие не приходит приметным образом. Это действия таинственные и состоят в пересоздании и оживотворении внутренней жизни человека. Со дня призвания Господом апостолов в их жизни началась весна. На них повеяло дыхание весны Святого Духа, оживляющее и благословляющее их внутреннюю жизнь. Прошедшее для них было ночью, а теперь наступил день, великий день вечной жизни. Что прежде звала и манила их к себе семья, материальное обеспечение, сытое счастье, всё это представлялось им теперь пустым сном и заменилось тесным и искренним общением со Христом, Сыном Божиим. Все прежние цели жизни, которым они служили, исчезли для них. Водимые Духом Святым апостолы пронесли евангельскую весть по всей вселенной, и из принявших ее народов образовалось Царствие Божие на земле или Святая Церковь Христова. Все церковные традиции, когда в большие праздники было принято до революции священникам ходить по приходу, посещать прихожан и служить в их домах молебны, призывая на них благословение Божие, отец Петр сохранил и во времена наступивших гонений. Безбожников, считавших это нарушением закон об отделении церкви от государства, позиция отца Петра раздражала, и 31 июля 1936 года сотрудники НКВД арестовали его, поместив в камеру предварительного заключения в Тутаеве. 9 декабря 1936 года особое совещание при НКВД приговорило отца Петра к трем годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, и он был отправлен в Мариинские лагеря Кемеровской области. Священник Петр Попов скончался 25 мая 1937 года в Орлово-Розовском лагерном пункте в Кемеровской области и был погребен в безвестной могиле. Святый священномучениче Петре, моли Бога о нас! С праздником Вознесения Господня, дорогие телезрители, и всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok